Вы знаете, друзья, сегодня брат читал слово, когда Иисус Христос ученикам начал умывать ноги. И ученики ничего не сказали, никто из учеников ничего не сказал. А сказал только Петр. Так ведь или нет? Нет. Он начал умывать ученикам ноги. И вроде уже все нормально, ученикам помыл, полотенце матер. До Петра доходит, Петр начал прикословить, тебе ли умывать ног моих. Вот, друзья, вот интересно, давайте вот, вот если я сейчас попрошу тазик воды. Ну, кто-нибудь сбегает там на кухню, наберет, полотенце возьмет. И попробую вашим пресвитерам помыть ноги. Давайте попробуем. Давайте, да? Вы как, брат, не против? Снимите ботинки свои, носки свои снимите, далеко не свежие, потому что уже день слонился к вечеру. Мы понимаем, о чем говорим, да? И вот как, мне интересно, как вы отреагируете на то, что какой-то чукча, приехавший, будет вам мыть ноги? Братья, как вы отреагируете? Сергей, брат. Тебе ноги помыли? Не, я хочу вам помыть ноги. Ну, конечно, друзья, это все слова. Хотя я могу вымыть. Но я не думаю, что вашим братьям-служителям понравится мой поступок. Или вы не так думаете? А? Как-то все равно будет трудно. Я даже вот представляю себя на месте, например, ваших служителей, и там какой-то брат насчет мне ноги умыть. Ой, я говорю, ты что ты творишь? Что ты едешь отсюда? Что ты делаешь, да? Я буду возмущаться, понимаете? Я буду сильно, наверное, возмущаться. Да и мы все вот такие, как Петр. Мы иногда вот читаем, ах, Петр, ну, Петр, ну, надо же, не захотел, чтобы ему Спаситель ноги мыл. Так мы бы все так бы отреагировали. И у меня такая мысль, друзья, сегодня пришла. Вы знаете, Бог с каждым из нас хочет очень много, что сделать с нами. Сделать с нами, преобразить, довести нас до совершенства, сделать нас более добрыми, более мягкими, более любящими. Бог этого хочет, но мы не даем всему, как Петр. Или вы со мной не согласны? Ну, сколько лет меня уже Бог пытается преобразить, работает надо мной. Иов говорит такие слова. «Твои руки трудились надо мною». А мы, бывает, вот неподобно этой глине, с которой можно так хорошо что-то слепить и сделать сосуд, понимаете, в таком, ну, высокого употребления. Не низкого, а высокого употребления. Бог хочет, но мы ему не поддаемся иногда. А почему не поддаемся, братья и сестры? Потому что мы с вами большие эгоисты. Эго. Вот это мое я, понимаете? Вот это я хочу, я буду, я так понимаю. И вот это мое я, а не дает моему спасителю что-то сделать. Ноги омыть нам. Всего нас омыть. Это мое я. Бог нам что-то говорит, понимаете, а мы это слово трудно воспринимаем и очень трудно воспринимаем. А слово Божье, которое Бог нам оставил, оно преображает нас. Оно очищает, потому что вы уже очищены через слово, которое я говорил вам. Бог с нами сильно что-то хочет сделать, но мы ему не поддаемся. И вся причина, она бывает только в нас. Друзья, скажите, вы вообще вот, вы верующие же, да? Вы верующие? Вы сильные верующие или не сильные? Вот я начну сейчас читать Библию, открою и буду читать. Вы сильные должны сносить немощи бессильных. Или как Павел говорит Галатам, вы духовные, исправляете такого в духе кротости. Вы сильные, вы духовные. Вы соль земли. Вы письмо читаемое, узнаваемое. Вы свет миру. Вы сильные. Ну-ка, поднимите руки. Сильные, поднимите руки. Сильные. Вы сильные. Где вы? А, ну это ребенок, молодец. Да, он по-ребячьи, это понятно, да, по-детски. Вы сильные, братья и сестры, или вы не сильные? Кто это блистательное, как зорня, да? И сильное, и грозное, как павки со знаменами. Церковь Христова должна быть сильное, грозное. А где среди вас сильные люди? Чего, братья, где сильные ваши? Нет, сильные. Спят? Все-таки, друзья, вот честно, честно, да, вот. Ну, мы же люди честные. Написано, честный человек, он даже и мыслит о том, что честно. Павел говорит, вы сильные должны сносить немощи и бессильны. И мы сидим, вот мои немощи. Я же бессильный. Мы же бессильные, должны сносить сильные. И нам так нравится быть, к сожалению, бессильными. Да? Или все-таки Бог хочет, чтобы мы были сильными? Гедеону, муж сильный, Господь с тобою. А он говорит, да какой же я сильный? Да где же Господь со мною? Мое племя, видите, я какой там. И начал он просто прибедняться. Я своими словами говорю. Вы знаете, друзья, Бог хочет, чтобы мы были сильными, чтобы мы были духовными, чтобы мы были святыми. Понимаете, чтобы мы были действительно солью, светом, примером. А когда нет этой силы, то что же сделает нас солью? Как только это не сила, правда же? И вот Бог хочет, чтобы мы были сильными. Но мы с вами не хочем, видимо, этого. Нам хочется быть такими немощными, бессильными, слабенькими. Бог хочет. И надо предоставить Ему себя для того, чтобы Бог нас сделал такими, какими Он хочет видеть нас. Братья и сестры, вам понятна моя мысль? Понятно, да? Вы знаете, почему мы у вас такие бессильными и нам нравится еще быть такими? Потому что мы с вами мало молимся. На сегодня брат Слово сказал, сколько человек помолилось в вашем собрании? Два. А надо больше молиться. Мне очень понравилось сегодня, как помолился ваш брат Андрей. Как тебя по отчеству, Андрей, брат? А? Андрей Николаевич, да. Я его давно знаю просто как Андрея. Но он уже стал Андрей Николаевич. Ну, так вот по возрасту, видимо, по седине, по галстучку, в которой он сидит. И вы знаете, друзья, он сегодня помолился образцово-показательной молитвой. Коротко, конкретно и по существу. И я хочу, друзья, такое слово прочитать, немножко с вами порассуждать. Написано так. Я даже вам процитирую ее. Ты же, когда молишься, войди в комнату-то твою, и закрой дверь твою, и помолись отцу твоему в тайне, и отец твой видящий тайно воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, потому что они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, ваш отец знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Мне нравится, когда в церкви человек молится конкретно, коротко и по существу. И написано, ты даже, когда выходишь в комнату твою, там ты один и отец небесный, и помолись отцу твоему, который в тайне, и он воздаст тебе явно. Но даже там в комнате, один на один с отцом, молясь, не говорите лишнего, как язычники. И не уподобляйтесь им, потому что отец ваш небесный знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. Очень, друзья, замечательное слово, очень замечательное. И потом дальше Христос говорит, молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Скажите, кто сегодня хоть один раз из вас, дорогие братья и сестры, помолился молитвой Отче наш? Уже вечер, вы сегодня помолились? Сильная сестра, сильная. Братья, это сестра сильная? Точно. Я-то вас первый раз вижу, а служители этого знают хорошо. Хорошего мнения у вас, сильное. А, так вы молитвой Отче наш молитесь, да? Ну, поэтому вы и сильные. И вы знаете, почему все бессильные? Потому что вы не молитесь молитвой Отче наш. А Христос сказал две тысячи лет назад. Он сказал, молитесь же так, молитесь, пожалуйста. И Отец ваш небесный знает нужду вашу, прежде вашего прошения. Молитесь же так. То есть, эта молитва дана нам по нашим нуждам, которые должны быть в сердце каждого христианина, возрожденного свыше. А если этих нету нужд, то, значит, нету и молитвы. А нету молитвы, значит, нету помощи. Значит, мы остаемся бессильными. Отец ваш небесный, вот послушайте внимательно, друзья, пожалуйста, послушайте. Он знает нужду вашу, прежде вашего прошения. То есть, у меня должна быть такая нужда. И благодаря этим нуждам Бог дал мне образец этой молитвы. Я должен так молиться. А когда нету у меня нужд этих, значит, нету и молитвы. Значит, это бессилие. Скажите, братья и сестры, давайте посчитаем. Дети, математику узнаете? Ты в школе учишься? Нет еще? Вы, ребят, учитесь? Ну, математику знаете, да? Ну-ка, давайте я сейчас прочитаю эту молитву, отче наш. А вы почитайте, посчитайте, сколько здесь обозначено нужд, которые должны быть моим достоянием. Если я возрожденный человек и хочу быть сильным человеком. Давайте, я буду читать. А вы посчитайте, сколько нужд, да? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Братья и сестры, сколько нужд? Семь. Понимаете? И я всегда хочу, чтобы этим семь нужд, они просто вот там у меня, вот просто кричали во мне, кричали, Богу кричали. Семь нужд. А если этих нужд у меня нету, то нету и молитвы. А нету молитвы, нету помощи, нету силы, нет правильных отношений с небесным Отцом, потерянное общение. Нет этого. Все. Мы живем, друзья, с вами в ладикийский период. Это все проповедники и все братья-служители говорят. Мы вошли с вами в ладикийскую, понимаете? Ангелу ладикийской церкви напиши. Ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды. И молитвы нету, отче наш. А не знаешь, что ты сжал, а книж слепенок. Итак, я хочу, друзья, чтобы вот эти нужды были нашим достоянием. Вот этих семь нужд. Досветится имя Твое. Вот первая нужда такая, понимаете, вопиющая моя нужда к Богу, чтобы имя Господне моей в жизни прославилось. А представьте, друзья, если имя Господа уже хулится в моей жизни, имя Божье хулится, говорит, у язычников через вас, да? Это если оно уже не святится, не прославляется, а написано Господа Бога, светите в сердцах ваших и будьте всегда готовы дать отчет требующему у вас его, вашему пованию. А если нет нужды, значит, и не светится. Значит, Он прославляется в моей жизни. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Вот сегодня брат говорил, как оно бывает растет, это Царство Божье. И римменно мы читаем в 14-17, что Царство Божье – это не пища и питье, но праведность, радость и мир во Святом Духе. Царство Божье. Вот я смотрю сегодня, очень мало здесь собраний обладающих Царством Божьим. Вот вы, сестричка, сильная, вот вы обладаете Царством Божьим, да. Царство Божье – это мир, праведность и радость. Братья и сестры, когда последний раз вы вообще радовались спасению, которое Бог нам совершил? Вы радуетесь этому или не радуетесь? Или уже перестали радоваться? Или кто-то скажет, ну такая сегодня обстановка, брат Вениамин, такая обстановка, война там в Украине идет, сколько трудностей, горя, слез, смертей, крови. Да, да. И может, лучшего ничего и не будет, понимаете? Так Библия говорит. Смотрите, не ужасайтесь, что будет. Но мы должны всегда радоваться радостью спасения. Мы всегда должны радоваться, друзья, что наши имена записаны на небеса. И даже, говорит, не радуйтесь, что бесы повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небеса. Я, друзья, думаю, Господи, вот когда это Царство Божье вылетучивается, из меня уходит, у меня сразу как будто праведность пропадает, мир я начинаю терять. А пою, ничто мой мир не потрясет, пока кисус ульну я, пока у меня он бережет, о, как молчать могу. И радость куда-то пропадает. Это, Господи, да приди Царствие Твое. Я каждый день должен нуждаться в этом Царстве Божьем. Это вторая нужда, да приди Царствие Божье. И написано, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. А волю Божью мы должны всегда исполнять. Исполнять волю Божью должны всегда. А если мы с вами верующие люди, но мы об этом уже не переживаем, и у нас нет нужды вопиющей. Господи, я вот сегодня проснулся, благодарю Тебя за этот новый день, в который милосердие Твоя обновляется каждое утро над нами. Господи, я хочу исполнить волю Твою сегодня. Бывает, нет этого. Мы даже забываем. Откуда сила? Откуда правильное отношение с Богом? Братья и сестры, ну вы сильно не устали? Сейчас я немножко еще покороче буду, ладно? То я же могу до утра говорить. До утра. Посмотрите, хлеб наш небес насущный. Кто сегодня из вас просил хлеба? А? Ну вот мы же с вами открыты. Вот кто сегодня просил хлеба? Вот я сегодня в чьи дня прямо просил хлеба? Хлеб насущный, Господи, дай мне на каждый день. А зачем его просить, если у меня мешок муки стоит дома? Если у меня много было хлеба дома? Зачем мне хлеба просить, когда у меня полный морозильник, забитый говядиной? Или свининой? Или курятиной? Зачем мне хлеб просить? Тем более мы сегодня такие умные. А сегодняшний хлеб много кушать нельзя. Он поправляется, человек от него. Хлеб этот, он такой сегодня уже, не тот хлеб. Кто-то скажет, я от хлеба вообще отказался. Зачем мне его просить у Христа, если я от него отказался, от хлеба? О, мы в какое время живем! Кто-то сегодня говорил из братьев, там где-то, когда вот сегодня война, там в Донбассе, да? Этот город, там, говорит, кто-то умер от голода даже, от голода. Мы сыты, у нас все хорошо. А то там под завалами так, от голода и умер. Какая-то бабушка, там еще какой-то человек. И они ждали, когда кто-то раскопает эти развалы, поднимут их оттуда, накормят. А мы с вами в изобилии. Друзья, мы можем даже хлеб и не кушать. Но мы должны в нем нуждаться. Мы должны нуждаться в пище, понимаете, в пище. Чтобы Господь кормил нас и питал нас. И мы должны понимать, что наша жизнь, она зависит только от Него, от подателей всех благ. Который дает все потребное для жизни и благочестия. И плохо, когда у нас нет этой нужды. Когда мы сыты, один, у нас все хорошо, все замечательно. Христос, бывает, плачет над нами. Четвертая нужда. Хлеб нас насущный. И прости нам долги наши. Это пятая нужда. Каким мы прощаем должникам нашим. Вы знаете, каждый день я должен нуждаться в покаянии. Каждый день я нужду в прощении. Написано, святой, да освящается еще. Все. То есть, вы знаете, раньше в церквах, я помню, больше плакали братья и сестры. Плакали. Молились, просили прощения. У вас тоже кто в Красноярске раньше больше плакали или сейчас больше плачут? Раньше больше плакали, братья и сестры? Кто постарше? Больше. А сейчас как-то, знаете, мы так вошли, у нас все хорошо, все замечательно. Какие нужды прежде нашего вопрошения. Вы знаете, когда Николай Петрович Храпов, он написал последний гимн своей жизни, последнее стихотворение, самое последнее стихотворение, которое он писал на нарах тюремных. И потом это стихотворение переделали на музыку, положили мелодию к нему. И есть песня замечательная. «Безграничной милости великой, властелин искупленных миров». Помните, есть такие слова? Это его последняя песня. И там есть такие слова, я удивляюсь, он пишет. «И открыть в глубоком раскаянии тайники рыдающей души». Я думаю, Николай Петрович, 28,5 лет ты сидел в тюрьме, уже на закате своей жизни земной. У тебя желание появилось открыть в глубоком раскаянии тайники рыдающей души. Хочется раскаяться, просто расплакаться, раскаяться, очиститься, осветиться, сбросить в себя это все. Сбросить. И человек вроде умирает, а у него желание, нужда. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Я помню, был такой у нас брат на Урале, Николай Иванович Чухонцев. Есть Владимир Николаевич, это его отец. И вот в 90-х годах я посетил его с Николаем Абрамовичем Крекером. Был такой дедушка на Урале, он тоже ушел в вечность. Мы узнали, что он заболел, и заболел он онкологией. У него онкология желудка была, по-моему, или кишечника. И он весь начал бледнеть, худеть, резко начал у него вот это все рак распространяться. И вот мы когда приехали к нему, я его не узнал. Он вышел из своей комнатки, желтый и бледный весь. Он два срока сидел в тюрьме, Николай Иванович, два срока, во времена гонения. И вот он вышел, такой бледный, желтенький. Ну, мы его поприветствовали. И он, когда нас увидел, он, знаете, он что сказал? Говорит, братья, вы не представляете, какой я грешник. И заплакал. И помню его слова. Он говорит, я всю жизнь проводил очищение по церквам. Специализировался в этом, можно так сказать, от нашего объединения. Еще он, я на Урале раньше жил. Он везде по очищениям, по очищениям, по очищениям. И говорит, ну, я себя таким грешником не видел. Я очищал других, только себя я не очищал. Как зарыдал, как зарыдал. Я никогда этого, друзья, не забуду. И потом мы с ним помолились, вечерину совершили. И он через дня два ушел в вечность. На закате жизни, понимаете, человек, он так нуждается. И прости нам долги. Как и мы прощаем должникам нам. Прости, прости, Господи. Вы знаете, друзья, почему мы верующие христиане, и у нас нет этой нужды пятой, чтобы Бог нас прощал, каяться, раскаиваться. Написано, по нераскаянному сердцу твоему, ты сам собираешь себе на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Пусть Бог благословит нас, друзья, чтобы нам нуждаться. Чтобы наш Небесный Отец посмотрел на наше сердце. И прежде нашего прошения, прежде нашей молитвы, а мы будем еще молиться, увидел эти нужды у нас. И сказал, молите же так. И шестая нужда, и седьмая, я, друзья, буду заканчивать уже, потому что время, написано такое там слово, что и не веди нас в искушение. Это шестая. И седьмая, но избавь нас от лукавого. Мы живем такое время тяжелое, когда вот-вот будут начертания ставить. И оно так это все подойдет, мы даже не заметим верующие. Мы можем так обольститься, обмануться. О искушении сколько приходит. О них может целую тему говорить, об искушении. Я даже вот, я телефон, достаю свой телефон, да, и всегда, вот как его только достаю, и говорю, Господи, не веди в искушение, но избавь от лукавого. У вас такой же телефон? А, тоже такой же. О-о-о. А шестая нужда есть? Не веди в искушение, но избавь от лукавого. Не веди в искушение, но избавь от лукавого. Мы живем такое время, друзья, не надо даже вам сегодня это объяснять, вы сами прекрасно все понимаете, в какое мы страшное время живем. День тот не придет, доколе не придет, прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Вот приходит такое отступление страшное, и мы говорим, Господи, не веди в искушение, но избавь от лукавого. Пусть Бог благословит. И я думаю, что, братья и сестры, с завтрашнего дня и даже сегодняшнего вечера мы с вами будем молиться, молитва, отче наш. Формальности не надо. Эта молитва, отче наш, должна пройти сердце, мое и твое сердце. Господи, вот эти нужды должны быть моим достоянием. Тогда ты обязательно поможешь. Тогда будут правильные отношения с тобой, с небесным отцом, и твоя сила, она будет моей силой. И не надо мне говорить, ты бессильная, немощная, никчемная, ничтожная. Мы сильны только в Боге. Самим по себе мы немощны. Когда я немощный, то я силен. Но мы сильны в Боге, и мы должны быть такими сильными. Пусть Бог благословит нас. Ему слава за все. Аминь. 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 Аминь.